Всем привет! История от анонима. Сейчас я зачитаю ее письмо, отвечу в «Распор сделаем». Вы можете в комментариях написать, что вы думаете по этому поводу. Хочу отметить, что тем, кто планирует написать историю свою от анонима, присылать мне на почту для разбора на YouTube-канале, пожалуйста, не рассылайте всем остальным блогерам. Если уже отправили, то мне можете не присылать. И второе, если вы отправили свою историю для публикации, с публикацией ее снимать или закрывать видео не буду. То есть вы свои риски и все мысли свои, хотите вы публикации или нет, решаете еще до того, как момента нажимаете кнопочку «Отправить письмо мне». Спасибо за внимание, так что давайте приступим. Хочу поделиться с вами своей историей для разбора на канале «Очень наболела». Пару дней назад смотрела видео, где вы разбирали отношения между матерью и дочерью. Очень рада, что в вашем канале разного вида истории, не только про отношения с турками. Кстати, вам это тоже нравится или нет, когда мы можем брать истории, если не связано с турками и какими-то другими вообще вопросы какие-то. Давайте тогда будем так, что истории будут психологически вообще в принципе не только Турции касаемо и не только отношений. Будем это разбирать. Моя ситуация об отношениях между моей дочерью и ее отцом, которая длится уже два года. Но за последнее время стала она особенно острая. Наша семья родом из Украины, почти всю жизнь муж работал на вахте, дома бывал нечасто, соответственно, вся ответственность за нашу дочь лежала только на мне. 11 лет мы воспитываем, и я занимаюсь дочкой только я. К тому же я по натуре своей мать-наседка, которая интересуется каждой мелочью в жизни своей дочери. Всегда стараюсь поддержать и выстроить доверительные отношения. С дочерью отношения у нас очень близкие, слава богу, хорошие. Сто его отца она таким родным и близким, как меня, не воспринимает, так как его не было практически рядом. И он обижается на это, но она все равно его любит и страдает от отсутствия отцовского внимания. Два года назад мы переехали в Европу, и отношения в семье не заладились. Испытания и жизнь 24 на 7. Вместе оказаться для нас было тяжело, так как привыкли к гостевому браку, а муж привык не нести ответственности и жить за пределами семьи. Деньги высылал, и этого было достаточно для него. Такое впечатление, будто мы его раздражаем и мешаем рядом, когда ему хочется свободной своей жизни. Так и есть, скорее всего. Свободное время по выходным он спит, либо уезжает по первому звонку одного из друзей. Нас с дочерью возят только по необходимости к стоматологу, в больницу, и на этом все. Как только речь заходит о времяпрепровождении с ребенком, или куда-то съездить в семье, так сразу устал, занят, или что-то у него болит. В общем, все и так понятно, что ему неинтересно с нами. Мы начали сильно скандалить, появились вражда между нами, а с моей стороны порой даже ненависть и разочарование. Ценности, как оказалось у нас, разные. Разные взгляды на жизнь тоже. Он любит отдыхать один и делать то, что ему захочется. А мы должны сидеть дома и ждать его. Такое положение вещей меня не устраивает, и я даю открыто это понять. Но самое страшное, что он не замечает дома дочь в прямом смысле слова. Живя в одной квартире, он может делать вид, что его нет дома, не общается с ней, проходит мимо неделями. Неделю полного игнора, а потом пойти и сказать привет, и на этом все. Не интересуется школой, здоровьем, нужно ли что-то купить и так далее. Пока я сама не скажу, что нужные какие-то деньги на дочь, ведь ребенок не только мой, и я не одна должна все это делать. В общем, я в полном шоке. Я не понимаю, как я могла не видеть это существо, которое пряталось внутри него, и неужели вообще настолько плевать на своего родного ребенка, как такое просто может быть мне очень больно и обидно, и это все не укладывается в голове. Вот это, кстати, есть пример, здесь остановлюсь, почему мне написали, вы говорите о своих чувствах, вам очень больно и обидно за то, что ваш супруг так общается с ребенком и его не замечает. Вы говорите о своих чувствах. Галина, я смотрела ваше видео, где вы говорили, что у отца с ребенком должны быть свои отношения, третьих лиц не должно быть там. Я старалась не вмешиваться, ничего не высказывать, никак не касаться и продолжать дарить свою любовь и заботу за нас двоих. Ошибка. За нас двоих. Прямые связи, совершенно верно. За нас двоих. Вы за мужа, зачем стараетесь? Он за себя сам стараться должен. Вот как вы за него не компенсируете общение, старайтесь за себя. И вообще вопрос у меня возникает, а почему надо стараться? В чем вот это? Вы, я больше скажу, где-то тревожная мама, надо понять почему. И вы уже раньше очень много тряслись над ребенком и старались максимально, старались, старайтесь, стараетесь быть хорошей мамой? Или стараетесь уберечь ребенка от проблем, тревог или боли какой-то? Если вы стараетесь уберечь ребенка, то у вас есть свой негативный опыт, от которого вы хотите угрозить. В чем причина? Вам надо покопаться внутри у себя, подумать об этом, о причинах. Так вот, вот ошибочка. Вы услышали правильно про прямые связи, но только вы мужу помогаете, компенсируете. За двоих ей любовь и внимание. Давайте только за себя. За двоих не надо. И тогда у дочки к папе будут претензии и вопросы, и у нее будет спрос на папу. У них должно между собой это как-то открываться. А так как вы компенсируете любовь, она не чувствует никакой ущербности, назовем так, ну, в прямом почувствовании, да, я имею в виду. И ей не нужно с папой конфликтовать, выяснять отношения и вскрывать этот конфликт. Он будет дальше ходить и игнорировать. Но когда я видела слезы своей дочери, когда слышала ее слова, «Я папе не нужна, он меня не любит и даже не замечает», мое сердце обливалось кровью. А в душе была такая дикая ненависть, что хотелось разорвать его за это, и чтобы он всю жизнь страдал от боли, одиночества. И все это ему вернутся его эгоизм. Ваши эмоции не в муже проблема. Он своим эгоизмом и поведением вас будоражит эмоции, когда кто-то к вам был таким же эгоистом, игнорировал, делал больно. Два за ребенка. Я думаю, что вы в дочери сейчас видите себя. И у вас были подобные какие-то отношения или подобные чувства в вашем детстве с вашими родителями. Вот это прям четкая проекция видится. И дочка должна говорить, «Я папе не нужна, он меня не любит и даже не замечает». В этот момент вы говорите, «Скажи ему это». Она вам это говорит. У вас нет прямой связи, о которой вы ранее упомянули. Она не вам это должна говорить и плакать, а говорить и плакать ему. «Я высказывание, я, папа, тебе не нужна, я чувствую, что ты меня не любишь, и ты даже меня не замечаешь, когда я рядом с тобой в квартире нахожусь». Вот это она должна сказать ему. Это и есть прямая связь, претензии. Видите, конфликта нет. Он продолжает, у него есть возможность. Вы вдвоем как бы обижаетесь, плачете, переживаете, вас это объединяет. А он делает дальше, что он хочет. В порывах злости я высказала ему все, что накипело. Говорила, какой он никчемный отец. Да, это было при ребенке. Это моя огромная ошибка, я признаю. А он, в свою очередь, аргументирует свое поведение тем, что это я виновата, что у них с дочерью такие отношения, что из-за наших скандалов дочь настроена против него, так как я его унижаю перед ней и выставляю плохим отцом. Вот он результат вот этого конфликта, когда вы с дочкой решаете между собой, так и есть, по сути. Доля, правда, есть в его словах. Прямых связей нет. Только он вас обвиняет в этом, потому что он сам должен тоже связи выстраивать. Тут у вас как бы каждый понемножку в своей какой-то сфере немножко как бы виноват. Но он никогда не пытался подойти и наладить отношения с ребенком, сближался или провести время вдвоем. Дочь вполне нормально, даже радостно реагирует, когда он изредка проявляет внимание. А вот классно, но дочь должна, значит, не к вам идти плакать, папа меня не замечает, а с него требовать и просить прямая связь. Внимание, любви, которые ей нужны. Папе надо давать сигналы, говорит, слушай, ну-ка давай, мне это надо, папа, ну-ка давай. А она приходит к вам плакать, вы ее жалеете. Понимаете, какой круг происходит? Нет прямой связи. Она свои эмоции, там, злость, ненависть, возможно, обида, тоска, боль, гасит с вами, а не с папой, не напрямую к нему. Видимо, ему легче спихнуть всю вину на меня и не признаваться, что он любит своего ребенка. Ну, он ребенка любит так, как умеет, но вину спихивать хочет. А вы с удовольствием лишаете его ответственности. Вы взяли ответственность. Любовь я дочке додаю, мне ее жалко. Ему не надо ничего давать. Вы ответственность с него сняли, вы за него любовь додаете. Компенсируете. Нет прямой связи. Что, у него нет отцовского инстинкта, что ли? Или когда ему плевать на нас, он уходит гулять на ночь, приходит выпивший, ложится спать. Я должна сказать дочери, что это нормально? Нет, это ненормально. Папа так поступать не должен. И мы прям дочке говорим, слушай, бухать это вообще-то ненормально. Уходить из дома тоже ненормально. Мы это... Никто не говорит, что это нужно как-то дочке говорить, что это нормально. Нет, ни в коем случае. Я 11 лет, тем более. У нее сейчас подростковый период начинается. Ей надо знать нормы вообще цензы поведения. Естественно, мы говорим, что это ненормально. Я вообще ничего не говорю. А она и так сама все видит и делает выводы. Вот видите, не я говорю, в ваших отношениях нет диалога. Вы внутри в себе все переживаете, вместе обижаетесь, я понимаю, что он не идет на диалог. Ну, хоть кто-то должен начать говорить о проблемах открыто, выражать свои эмоции, зло, изгнев в том числе. Вы это не делаете. Вы все подавляете. И вы, и он. И дочка молчает так же, как вы повторяете, делает выводы. А конфликтик у вас был только один раз открытый. А их должно быть очень много на самом деле. Потому что вы в конфликте, высказываете агрессию, обвинение друг к другу. Я все понимаю, вам надо точно на нашей лектории здоровых отношений. Там у нас есть лекция про высказывания, как пережить. Кто хочет, вы можете все еще подключиться к лекторию про здоровые отношения. Он всегда у меня в записи, в доступе будет. Мы там разбираем, как пережить измену. Есть лекция о том, что такое гнев, агрессия в отношениях, почему важно об этом говорить, как об этом говорить. Какие-то последствия несет и про диалог с партнером. Вот у вас здесь четкие, вот если бы вы послушали лекции на эту тему, вы бы поняли, в чем ошибка заключается. У вас нет диалога, нет прямой связи. Вы с ребенком аккумулируете, вдвоем это переживаете. И этот конфликт только иногда редко выбрасывается. Он не хочет тоже, я понимаю прекрасно. Но хотя бы одна сторона, чтобы что-то сдвинулось, должна проговаривать о своих чувствах и эмоциях. И поэтому я сказала, дочка должна говорить, папа, ты меня, я чувствую, что ты меня не любишь, там тра-та-та-та-та-ты, обращение. А вы должны свои эмоции к нему, понимаете? А вы с дочкой вдвоем. Как это и было, кстати, раньше, когда он уезжал. Просто вы сейчас в одной территории находитесь, в квартире. Раньше в разных странах были. У вас так сложилось, потому что вы раньше, у вас это были условия такие для жизни все эти 10 лет, условно 8. Так, я вообще ничего не говорю, и она так сама все видит и делает выводы. Или когда он обещает ребенку сходить погулять с ней в парке, а сам потом спит и передумал, мы идем вдвоем. И таких обещаний куча. Вот видите, вы компенсируете папе, а не идите с дочкой. Пусть она попсихует, пусть на него позлится. Пусть она ему скажет, папа, я злюсь на тебя, папа, ты мне обещал. Вот вы компенсируете ее, уводите, вы ее жалеете. Пожалуйста, жертвой мы не остановимся, и ребенка жертвой мы не делаем. Вы этими действиями учите ребенка не поднимать конфликт, замалчивать, сублимировать и агрессию переводить. Знаете, куда она у вас уже на уровне? Подавленной агрессии, закамуфлированной. Когда мы папу подколупываем, потом из-под тишканина видим, мстим как-то. Вот к этому мы сейчас приходим. Не уводите, позволяйте ребенку на него злиться и говорить ему об этом. И вы в том числе. В общем, нужно терпеть все, чтобы царь общался с дочерью. Вот она взаимодна. Нужно терпеть. Кто сказал, что вам нужно терпеть? Это ему так хочется. А он не один эгоист в отношениях. Вы тоже есть. Вы имеете полное право, вы и дочка, выражать свои эмоции. Абсолютно все. Хорошие, плохие, неважно. А ему они не нравятся, и он от них бежит, это его проблемы. Он уже должен решать, что он делает, какая у него реакция на ваши эмоции. Вы почему под царя подстраиваетесь? Вот таким образом вы с него снимаете. Ему не надо ничего менять. У него все комфортно. Вы, скажем так, переводите эти эмоции ребенку, помогаете их пережить, компенсируете. Поэтому все продолжается и дальше. Уже вскройте этот гнойник, начните говорить о своих чувствах открыто с дочерью ему. Не высказывайте орать, нет. Вот просто я высказываю. Я чувствую себя так-то, когда ты делаешь что-то. Монотонно, безэмоционально, спокойно, но раз от раза, каждый раз, что вы чувствуете, то и говорите. Пусть он взрывается, он выйдет на диалог, он не сможет. Он либо просто убежит, и вы разведетесь, либо ему придется выйти с вами на диалог. Потому что держать постоянно прессинг, когда тебе говорят эмоции, невозможно. И как для начала, говоря о агрессии, мы учим своего партнера, что это не страшно. И он потихоньку начнет тоже открываться и говорить о своих чувствах, эмоциях. Вы тогда вот в этом диалог придете с этими открытиями. Дальше. Да и нах надо такой папа. Я ему сказала, что лучше вообще никакого отца, чем такой, как он. Я много раз объясняла доче, что наши с папой скандалы не относятся к ней, и что она имеет право налаживать с ним отношения, несмотря на то, как он относится ко мне. Галечка, вы знаете мужскую психологию. Возможно, вы объясните, почему мужик может быть жестким и быть жестким к невинному ребенку. Гулять с друзьями целыми днями есть и время, и желание. А как мы выходили куда-то вместе, он через час уже хочет домой, и сам потом уезжает, куда ему было нужно. Смотрите. Он не готов к ответственности. Вы от него ждете хороших действий. Вы тоже не разрешаете эмоций. Как он может быть жестоким, или как-то вы его назвали, жестким к невинному ребенку. Вы мужу тоже запрещаете негативные эмоции даже к ребенку. Потому что вам хочется ребенка оберегать. Но вы мужу запрещать эмоции тоже не можете. Вот поэтому нет конфликтов. Вы аккумулируете в себе. Он подавляет, вы подавляете. У вас нет выхода, поэтому нет диалога. И вы друг на друга злитесь. Поэтому у вас вот это расхождение все происходит. Уже 10 лет эта вся история длится. Это еще было до того, как ребенок родился. Вот это результат, к чему вы пришли без диалога в отношениях. Его поведение избегающее этому объясняет. Гулять с друзьями целыми днями время есть и желание. А как мы выходили куда-то вместе? Нет. Я поняла, что все разговоры, скандалы бесполезны. Решила тоже делать вид, будто его нет. Будто он пустое место. А что, вы ждали, что сразу диалог пойдет? Конечно, он против. И вы, кстати, вы при дереве вы ему кидаете не диалог. Почитайте. Просто окей. Если вы не придете на лектории, на него, например, нет денег. Погуглите про диалог в отношениях, пожалуйста. Про общение, как высказывать свои эмоции и так далее, не ранить при этом партнера. У вас не диалог был. У вас были претензии. Вы даже там сказали, ты говно, ты плохой. Зачем такой папа? Вы не отделяете его действия от него, как человека. Результат его труда его действия. Вы его оскорбляете, поэтому он закрывается, убегает. У него не хочется диалоги быть. Вы его напрямую обвиняете. Вам бы было приятно, если мама говорила, ты такая-то плохая, а не твои действия такие-то плохие. Вот это такая маленькая фразочка, но такая волшебная. Отделять человека от его действий. То есть не ты, как личность плохой и говно, а вот твои действия, которые делаешь, он вообще отвратительный. Вот так надо в психологии говорить, чтобы у человека было желание с вами на диалог идти, они говорят, ты говно. Конечно, он не захочет с вами общаться, идти в диалог. Поэтому ваши конфликты, результаты не принесли. Вы в них не диалог, вы показывали, что вы готовы к диалогу, а вы заслаживали, ждали, что он будет обещать им, что он изменится. Это, короче, я к тому, что вы очень умничка что-то берете с психологией, но при нем применяете в силу того, что никаких незнаний это нормально, абсолютно, не очень правильно, не до конца, не полноценно, поэтому результаты у вас не получается. Я больше скажу, с ним диалог можно настроить. Это не конченый, совсем потерянный человек или эти отношения. Давайте дальше. Я поняла, что все разговоры и скандалы бесполезны и решила тоже делать вид, что будто его нет, он пустое место. Пришел и пришел, нет и нет. Мы с доченькой живем своей жизнью, отделились от него, пока я коплю деньги, чтобы снять квартиру отдельно. Нашу квартиру снимает он, а я решила копить, чтобы сварить от него нежданно, так как в такой обстановке уже невыносимо. Нежданно. Сделать ему больно. Это реваншизм. Свести с ним счеты. Наказать ему. Сделать больно. Увидеть его эмоции так же больно, как и нам с ней. Это называется скрытая пассивная агрессия. Эти действия. Я просто объясняю. Я вас не виню ни в чем, чтобы вы не обижались. Я просто объясняю ваши действия, что у вас происходит. Так вот, наш игнор ему, видите ли, не понравился. И из него пошла такая агрессия, что я такого никогда и не видела. Руки, если что, не распускает. Но мне не раз угрожал уже. Так и говорит, что если никто не ждет его домой с работы, он такой уставший и всем плевать. А ему в ответ тебе не нравится, когда ты не нужен, да? Когда тебя ждут, ты не идешь и плевать тебе и на нас, и на то, что мы спим, а ты всех ночью будешь, приходишь. Так вот, мы с дочкой себя чувствуем. Да и мне плевать, теперь вали, куда хочешь, гуляй, где хочешь, вся семья тебе не нужна. Ждать ночами и не спать я не собираюсь. Вы знаете, Гарина, это уже не поддается никакому здоровому смыслу. Вот, я бы скажу, я уже констатирую, с развала отношений, то можно уже не скреплять, короче, что я раньше говорила, да, не пробовать. Но это был шанс, если бы вы хотели. Короче, я к тому, что вы подавляли агрессию и она у вас взорвалась. И у него агрессия тоже была подавлена. И он поэтому начал очень агрессивно. Он аккумулировал. Когда мы подавляем эмоции и агрессию, в частности, мы ее аккумулируем, то есть она взрывается. Я больше скажу. Жертвы абьюзов, ну, когда это не психическое отклонение у человека, да, особенности, а вот к абьюзу почему приходят в отношениях, когда подавляют раздраженность, агрессию, жестокость. Кто-то ее переводит в пассивную агрессию, как у вас с дочкой, к папе. А кто-то, как ваш супруг, аккумулирует. Он ее не выпускает. Он просто игнорирует, убегает, но она с ним остается. И он тогда взрывается. И эта аккумулированная агрессия, взрыв, как раз и есть предпосылки для абьюза, физического, морального, финансово, сексуализированного, абьюзивного отношения, доминирующего элемента к жертве. Подавленная агрессия. Если мы не берем диагнозы какие-то, да? Это для тех, кто про абьюзы хочет узнать, вот эта вот вся история. То есть, у него своя жизнь и всеми своими поступками он показывает, что мы ему не важны. И как баланс для него. И при этом на слова говорит, что это не я так ошибаюсь, и я его с ума, его с ума сводят наши скандалы, поэтому он от нас убегает. Он убегает, это все правда. Вот послушайте, он правду говорит, и вы это знаете. Знаете, в чем прикол? Он убегает, потому что скандалы его доводят, у вас нет диалога. Вы в скандалах обвиняете друг друга, но не обсуждаете. И вообще у вас диалога в отношениях никогда не было, поэтому вы к этому пришли сейчас. Вы не говорите, панчи друг другу кидаете, ругаетесь, бьете, деретесь в моральном плане, да? Воюете. Счастливые, здоровые отношения, опять отсылка к лектории, это не реклама, ребят, ну просто там очень, кладись хорошей информации. Здоровые отношения, когда мы прошли все пять этапов развития отношений, и в конце это наша истинная любовь. Это когда мы узнали слабые стороны минуса партнера, но пройдя все испытания, работая над отношением, мы не хотим причинять боль, воевать, соперничать, ложить на лопатки и использовать какую-то пассивную или аккумулированную агрессию. Мы любим нашего партнера таким, как он есть, и принимаем, и не делаем больно. Это не ваша история уже. Вы к идеальной любви уже с ним не придете. Вы вот сейчас на стадии войны, вражды, вы на грани абьюза, насилия домашнего. Вы уже на этой грани, если вы будете вместе оставаться дальше. Без диалога, я имею в виду, и без выплеска агрессии, своей правильного разговора про эмоции, я имею в виду. Когда я забиваю, чтобы поберечь нервы, игнорируя его вместе с дочерью, так он сразу начинает давить на жалость, а когда это не действует, тогда идет агрессия. Возможно, он психически нездоров. Буквально сегодня мы ехали к стоматологу, дочери нужно было лечить зуб. На улице холодно, и на автобусах добираться два с половиной часа не было желания, поэтому я спросила, чтобы он отвез нас на машине. На обратном пути дочь меня попросила заехать в центр города и прогуляться на новогодней ярмарке, на что этот недоотец с психами сказал мне, что нужно предупреждать о таком заранее. Я ответ тоже возмутилась, что неужели это так трудно тебе, что время на друзей есть, а на ребенка и так никуда его не свозить. Он говорит, вот ты нагрубила мне, а теперь я и не повезу в отместку вас. Едем домой. В общем, нашел повод. Видите? Четкий пример есть, четкий, классный. Вы его обвинили, тут же припомнили старого конфликта ситуацию. Это не диалог. Вы ему выдаете старую обиду и агрессию. И он в ответ вас наказывает. Все очень просто. То есть это предсказуемо. То есть не он один такой плохой, у него психиатрия, психическое заболевание. Нет. У вас нет понимания, диалога и уважения в отношениях. Вы вместе к этому пришли. И с ребенком вы объединены, потому что у вас поддержки любви и диалога с мужем и раньше до ее рождения не было. Вы в ребенке эту любовь свою реализуете. Мы разругались прямо в машине. Было очень больно, обидно. Приехали с дочкой домой в слезах, а он уехал куда-то к тому, кто ему важнее ребенка. Вот ребенок прям манипуляция здесь выставляется. Ребенок самое важное. Вот смотрите, автор, смотрите. Вот для вас ребенок, окей, пусть будет самое важное, но для него ребенок не должен быть как и для вас самым важным. Если вы посмотрите пирамиду Маслоу по потребностям, я, с первичной я, эгоизм здоровый, это нормально. Он не должен быть ребенок, у него на первом месте, может быть, это у вас в пирамиде все не очень правильно, на первом месте, понимаете? А я знаю, почему на первом месте для вас. Вы боитесь травмы, вас играет ваша травма, когда вы были не на первом месте, когда вам не уделяли внимания, вам было больно. И сейчас вы всеми силами сами стараетесь не допустить это ребенку этого сделать. Было очень больно, обидно, приехали с дочей домой в слезах, он уехал туда, кому ему важнее, чем ребенок. В общем, готовлю план ухода и воевать с ним или что-то доказывать нет силы желания. Ваш выбор, я его поддерживаю, если вы чувствуете желание, нет, пусть так будет. Разговоры по-хорошему тоже не помогают. Он много требует, но сам ничего никому не дает. Он сам травмированный, поэтому. Карина, пожалуйста, помогите разобраться, отчего такое отношение к ребенку не любит. Давайте будем не без ребенка, а без манипуляции. Почему такое отношение ко мне? Вам не нравится, что внимания не уделяют вам в том числе. Не ребенок, мы ребенка вообще убираем. Прямая связь, я муж. Почему он ко мне относится так же, без любви, без внимания, с игнорированием, как ко мне когда-то относились в моей жизни, и меня это снова триггерит, и мне снова это больно. Вот так звучит на самом деле ваш запрос ко мне. Я очень переживаю, хотя дочь уже не страдает и начала относиться к нему так же безразлично. Но временами очень тянется к нему. Самое странное, что этот эгоист нас не отпускает. Я сколько раз ему говорила, что давай разойдемся, это не жизнь, а он просил не уходить, что все изменится. Это трусость его. Хочу добавить, что с матерью у него тоже отношения не задались, а роз, он без отца. У него, у матери тоже на первом месте всегда была она, а на него жаловы, что он ущербный сын, у которого друзья на первом месте. Извините, если письмо слишком длинное. Позволяйте вашему ребенку любить вашего папу и не акцентируем, не подсвечиваем моменты, где папа плохой. Я вам вот по ходу письма очень многое рассказала. Я как результат хочу сказать, если вы хотите, вы можете, не хотите, вы уж скажете, что не хотите, у вас есть шанс наладить отношения, остаться с этим человеком, если с ваших двух сторон с его и с вашей будет диалог. На данный момент этого нет. Проблема. Вы не умеете, у вас нет диалога, вы не умеете говорить, вы не умеете проживать чувство агрессии, подавляете, она у него в аккумуляцию уходит, у вас в подавленную скрытую агрессию. Вам надо начать о ней говорить, проживать это. Второе. Прямые связи, вы их все равно, вы знаете о них, но вы их не используете правильно. Вы ребенку компенсируете очень многое, поэтому сложилась коалиция, коллективчик против папы в семье, и он это чувствует, ему тоже за это обидно, это его обида за это. Почему он вас не отпускает? Потому что он вас любит. Вы его семья. Он себя чувствовал ненужным с матерью, и сейчас он будет чувствовать себя ненужным с вами, и чувствует, он все продолжает. Ваша личная проблема, начните отделять себя от ребенка. Прямые связи. У нее с папой отношения, у меня с моим мужем. Я вижу в ваших словах очень часто ребенок, ребенок, ради не ребенка, некая манипуляция, ну не в плохом смысле слова манипуляция, да, как некое оружие, прикрытие и так далее к действиям. Ребенка мы понукаем, человека к действиям, привязываем. Здесь вопрос ваш личный. Обратитесь к себе. Вы с мужем сейчас испытываете те эмоции, которые были в вашей жизни. Поэтому вы очень сильно оберегаете ребенка, вцепились в эту вообще историю, ситуацию, потому что вы боитесь, что будет повторение того, что было там где-то в вашем детстве. Но по факту вы сейчас повторяете, вообще поведение, ничего не поменялось. Вы повторяете жизненный сценарий. Поэтому, что я вообще рекомендую? Я в ходе письма рассказывала, в чем проблема. Их можно решать. Если у вас есть возможность, приходите на лекторию, послушайте лекции на тему здоровых отношений. Там я давала формы, выходы, проговаривания негатива, диалога, запостроение вообще про здоровые отношения, что это такое, какие нормы существуют, как себя в этом вести, чтобы отношения были здоровыми. Это раз. Два я других людей тоже приглашаю. Если вы хотите, присоединяйтесь. Лекции в доступе 3 месяца. Вы можете еще присоединиться. Пожалуйста, они в записи. Вы можете их посмотреть, когда вам будет удобно. Следующее. Если вы решили, что хотите уходить, уходите. Тогда просто ставьте точку. Никаких дискуссий. Съезжайте от него. Диалогов не ведем. Но я вижу, что у вас есть еще диалог. Вам еще хочется. Вы устали, вымотаны, но есть надежда некая. То есть вы не так категорично на самом деле, как вы об этом говорите. Если вы реально устали, просто отпустите этого человека. Хватит выяснять отношения. Вы делаете выяснение отношений деструктивными. Вы неправильно их выясняете. Вы обвиняете, агрессируете друг на друга. Вы не в диалоге. Вот в такой манере, как сейчас, будущего отношений нет. Вы ничего не поймете, ничего не узнаете. Вы будете агрессировать, ругаться и так далее. Смысл это продолжать делать. Просто вы себе нервы свои разрушаете, нервные клетки, не знаю, психосоматику на себя подавленные эмоции нагоняете. Зачем вам это надо? Не страдайте. Расходитесь тогда, если диалога нет. Я скажу, он возможен. Вам нужен ли бы семейный психолог, который будет с вами двумя работать, или хотя бы для начала вам начать разбираться с собой, со своими проблемами, вообще понять структуру здоровых отношений. И на самом деле это все не так ужасно, как вы описали. Здесь даже выход из этой ситуации есть. Как психолог, я вижу, что он есть. Просто это два травмированных человека встретились, вы и ваш супруг. И вы травмируете сейчас третьего человека. Вы сейчас пытаетесь всем втроем избежать. Но кому от этого хорошо будет? Вы все равно травмированными останетесь, если это не переживете, переживете и не решите эти вопросы. Ничего не изменится, к сожалению, у вас в других отношениях, то есть это уже будет травма, скорее всего, они будут нездоровыми. Вы все равно найдете партнеров, которые будут что-то подобное, короче, вам. Вы встретились не просто так. Я так скажу, если вы сценарий повторяете, вы встретились не просто так с этим человеком, мы его выбрали. В общем, в инфобоксе под видео моя почта есть. Кому нужно прислать историю для разбора на канале, пожалуйста, присылайте сразу. Напомню в очередной раз. Другим блогерам, если присылаете мне, не присылайте. И если вы прислали историю, то я 100% публикую. Отказа обратной отмены невозможно. Видео будет открыто на канале, потому что я трачу свое время на это. Кому нужна моя психологическая консультация в инфобоксе? Почта, тема письма, консультация. Если история от анонима, тема письма, история от анонима. Если вы хотите присоединиться к здоровым отношениям, лекторию, послушать, что такое здоровое отношение, узнать формулы, как выходить из конфликтов, агрессии, как это проговаривать в отношениях и все такое прочее, то тоже напишите на почту. Я вам дам ссылку, мы определимся. Спасибо большое за внимание. Жду ваших комментариев под видео. Как вы видите ситуацию анонима, дайте советы. Возможно, человеку нужна помощь. Я считаю, что все не так плохо, все не ужасно. Не ставьте на себе крест. Для начала определитесь, с чего вы хотите. Расставаться с этим человеком или все-таки попробовать настроить диалог. Это возможно. Так что, всем удачи, до новых встреч, всем пока.